Приветствую! В данном видео мы будем разбираться с указом президента номер 576-23. Это тот самый указ, который касается повторного пересмотра решений ВЛК и МСЭК. И разберемся с тем, как это будет происходить, насколько это реально и кого это затронет, кому можно расслабиться, а кому стоит напряться из-за этого. Итак, смотрим этот указ. Данным указом введено в действие решение РНБО от 30 августа 2023 года, которое имеет название «Провейсково-ликорскую экспертизу в Сбройных Сылах Украины». И вот сейчас мы пойдем по пунктам этого решения разбираться с тем, что же здесь написано. Итак, пункт первый. В недельный срок создать комиссии, которые будут заниматься проверкой обоснованности решений МСЭК и ВЛК, которыми была установлена людям инвалидность, либо установлена непригодность к воинской службе после 24 февраля 2022 года. Соответственно, вот здесь мы можем сразу уже сказать, что кому можно расслабиться. Те люди, которые получили инвалидность до 24 февраля 2022 года, либо были признаны непригодными к воинской службе до 24 февраля, их это не касается. Их дела пересматриваться не будут. Проверяться будут только дела тех, кто, соответственно, получил инвалидность, либо непригодность уже во время военного положения и мобилизации в Украине. При этом, конечно же, обидно, знаете, что становится? Вот когда читаешь, что будет проверка обоснованности решений МСЭК и ВЛК касательно установления инвалидности и непригодности. И при этом не говорится, что давайте проверим и те решения, где людям отказали в предоставлении, в установлении инвалидности, где людей признали пригодными, либо ограниченно пригодными. Ведь, возможно, там тоже есть нарушения, возможно, там тоже есть ошибочные решения, и людей неправильно признали пригодными к воинской службе. Но нет, так вопрос не стоит. Проверять будут только тех, кого признали непригодным, либо инвалидом. Идем дальше. Пункт второй. Здесь установлен срок 3 месяца. Это тот срок, когда должна быть осуществлена вот эта самая проверка. То есть по расчетам РНБО за 3 месяца можно проверить все те дела, где людей признали непригодными и где людей признали инвалидами. И на это, повторюсь, у них отводится 3 месяца. Насколько это реально, ну, не знаю, мне сложно судить, да, потому что, с одной стороны, ничего невозможного нет, а с другой стороны, мы понимаем, что, скорее всего, таких решений десятки тысяч, и десятки тысяч решений МСЭК, десятки тысяч решений ВЛК, и, чтобы их проверить, нужно где-то взять людей, нужно взять достаточно большое количество специалистов, которые могут это сделать. А вопрос, а кто может проверить эти решения ВЛК? А кто может проверять решения МСЭК? Ну, ведь врач, который, скажем так, да, берем мы кардиолога и вот выхватываем его и говорим, ты будешь входить в рабочую группу и проверять вот эти решения. А кардиологу этому, который ни разу не видел 402 приказа МОУ, ему же надо еще понять, что там написано, ему нужно объяснить, что там написано. Ведь там же ж не просто перечень диагнозов, там очень часто расплывчатый этот перечень, да, расплывчатые формулировки, и вот кардиологу нужно понять, как этим оперировать, как с этим работать. И вот за три месяца нам нужно людей не только обучить этому, но и еще получается что? Еще и проверить все эти дела. Ну, теоретически это возможно. Насколько это практически будет реализовано вопрос. И тут же главное, что еще? Вот они ограничили трехмесячным сроком. А что меня пугает? А пугает то, что сейчас создадут эти рабочие группы, и рабочие группы будут работать в условиях очень жестко ограниченного срока. А это значит, что решения могут быть ошибочны снова, потому что они будут их смотреть, ну, у них не будет времени оценить в полной мере это все. И тоже есть у меня вопросы. Но даже не это главное. Главное следующее. А что будет, если комиссия установила, что здесь вот неправильно оценили пригодность, да, либо неправильно установили инвалидность? Это тоже написано во втором пункте. И здесь написано, что у рази выявления фактов не обрунтованного принятия таких решений, инициирования их перегляду у установленного порядка, и информирования за наявность подстав в соответствующих правоохоронных органах. Вот это очень интересное положение. Почему? Потому что, ну, допустим, да, комиссия, рабочая группа оценила, говорит, тут что-то неправильно. Дальше. Вопрос. Инициирование. Что такое инициирование их перегляду у установленному порядку? Вот первый момент. А что это за встановленный порядок такой? Ведь если мы посмотрим, например, 402 приказ МОУ, а если бы точнее 490 приказ МОУ, то мы увидим, что там есть четкая норма. Повторный осмотр военнообязанного только через 5 лет. Но это же военнообязанного. Это хотя бы тот человек, которого там признали, например, непригодным, но не исключили с учета. А если его исключили с учета, как мы будем перегляд осуществлять? Ведь это не предусмотрено. Если человека исключили с учета, то перегляд не предусмотрен. А если человек признали его непригодным к воинской службе, и уже в военном билете, в темчасовом посвященном посвящении військово-зобовязанного написали наступный переогляд там 27-й год, например, да? Вопрос, а на каком основании вы будете его переоглядать? Ведь правовых оснований на сегодняшний момент нет. То есть вы его будете вызывать, а для чего вы будете вызывать? Да, у нас можно, мы знаем, что по закону, по части 13-й статьи 2 закона про ВО и ВС медичный огляд у нас там как? Обязательно проводится, если человека там вызывают на сборы учебные, либо призывают на воинскую службу. У человека написано «непридатный». Получается, что вы же его не можете даже сейчас вызвать и призвать, и провести переогляд. О чем это говорит? Нужно менять 402-й приказ, нужно менять тогда закон про ВО и ВС. Пока законопроектов таких нет, поэтому пока вот эта часть второго пункта, она сомнительна. Единственное, что, где они могут зацепиться, в 490-м приказе написано, что решение ВЛК, доведка ВЛК, которая вынесена во время военного положения, она действует один год. И вот здесь они могут цепляться, сказать, у тебя доведка уже закончилась. Но не буду сейчас вдаваться в подробности, в такие там, да, но мне кажется, что вот это требование, это требование больше для них, чем для меня, для военнообязанного. Мне кажется, что все-таки это не значит, что во время военного положения ежегодно человека можно направлять на ВЛК. По меньшей мере, прямо такого правила нигде не предусмотрено, а если его не предусмотрено, то возникает вопрос, можете ли вы это делать и обязан ли я подчиняться этому требованию. То есть здесь есть вопрос. И здесь государство, если оно хочет это делать, наверное, нужно было бы изменить тогда как минимум 402-й приказ и прописать это. Но идем дальше. Информование за наявности педстав в видповедных правоохоронных органах. Вот здесь еще больший вопрос вызывает. А какие-то педставы, как комиссия, которая должна состоять из врачей, как она будет определять, а есть в этом случае основания сообщить правоохранительным органам или нет. Но они же врачи, при всем уважении к ним, при том, что я понимаю, что это люди интеллектуального труда, умные люди. Но могут ли они дать правовую характеристику и понять, что в этом случае нужно обращаться? В некоторых случаях однозначно да. Ну, то есть, если им будет дело, которое они откроют, а там пусто, а там нет вообще никаких подтверждений диагнозу, да, понятно, что здесь есть основания, потому что, ну, нет подтверждений диагнозу. А когда там лежат документы с диагнозами, а когда мы говорим вот эти оценки по букве Б, да, где непридатность або обмежена придатность вызначается индивидуально, при этом четких критериев у нас нет, кого в непридатный, а кого в обмежена придатный по Б. И вот вопрос, а как будет это определяться, да? Ну, ведь это же индивидуально, и определял врач, и если он решил, что человек непридатный, разве можем мы говорить здесь однозначно уже, что это повод обратиться к правоохранительным органам. Даже если эта рабочая группа считает, что человека нужно признать обмеженно придатным, в условиях отсутствия четких критериев, вот здесь будут огромные проблемы и, конечно же, злоупотребление, потому что мы понимаем, что там, где нет четкости правового регулирования, там всегда будут вопросы для пространства, для ошибок, во-первых, а во-вторых, для коррупции. Идем дальше и смотрим пункт третий. Удвутыжневый строк опрацюваты питания щедоособливостей перетенания державного кордона громадянами Украины вызнанными непридатными, обмеженно придатными до військовой службы. По этому поводу я уже сделал отдельное видео. И что здесь хочу сказать? я думаю, что вот эти особенности, про которые они пишут, особенности перетенания, скорее всего, сведется к тому, что в ближайшие дни будет запрет. Вот просто будет запрет. И все. И этот запрет будет установлен, скорее всего, на период, пока будут идти проверки, и только после окончания проверок будет открыта вот эта возможность мужчинам выезжать из Украины. Могу ошибаться, но в этой ситуации буду однозначно пессимистом. И рекомендую тем людям, которые планировали выезжать, но планировали где-то там дальше выезжать, да, не сейчас, то подумать о том, что может стоит выехать сейчас все-таки. Потому что есть вероятность, что будет ограничено ваше право на выезд. Зачем здесь придумали обмеженно предатных, не знаю. Я не буду здесь таким оптимистом, чтобы сказать, что обмеженно предатным разрешат выезжать. Мне кажется, это нелогично. Исходя из всех последних действий государства в плане усиления мобилизации разрешения выезжать обмеженно предатным выглядело бы нелогичным. Поэтому на это наверное не нужно надеяться. Вот. А дальше смотрите то вот о чем я говорил, что не для всего, что написано в этом указе президента есть нормативно-правовая база. И государство это учитывает и в пункте четвертом они пишут у тижневый строк разработки и затверджения плану подготовки нормативно-правовых актов спрямованных на забезпечение в умовах военного стану якости эффективности належного ревня сервису та безбарьерности військово-ликорской экспертизы в Збройных силах Украины. То есть они говорят, что давайте адаптируем нормативно-правовую базу. Далее вот эти моменты мы пропустим. Пятый пункт пропустим. Он нам не так интересен. А вот на шестой хочу обратить ваше внимание, потому что думаю многие уже обратили на него внимание. Здесь сказано, что в двотижневый строк опрацювания питания щодо вдосконаления регулирования питания стосовно військовослужбовців, вызнанных обмеженно придатными до військовой службы шляхом подготовки это внесением встановленному порядку проекте ввидповідно нормативно-правовых актів. И здесь я понимаю, что у вас есть вопрос, а что же будет ограничено пригодными, но хочу здесь обратить внимание, что этот пункт касается только одной категории военнослужащих. Он не касается военнообязанных. То есть здесь те изменения, которые будут, они будут касаться тех, кто уже находится на службе в ЗСУ и там вследствие каких-то травм, ранений человека признали ограниченно пригодным. И вот здесь будут для них изменения. Какие посмотрим, пока непонятно. Ну и еще вот из позитивного, то, что мне здесь понравилось, пункт третий, да, здесь идут поручения разным министерствам, в том числе вот что мне понравилось, они предлагают установить граничные сроки проведения медицинских осмотров. И мы имеем ввиду проведение в том числе ИВЛК при призыве во время мобилизации в Украине. Почему вот это меня очень радует, потому что были неоднократные случаи, когда люди, будучи инвалидными детства, имея там инвалидности, оформленные задолго до военного положения, имея огромную кучу медицинской документации, подтверждающих их диагнозы, месяцами, месяцами, вдумайтесь, не могли получить исключения с учета, потому что мы вас проверяем, мы вас перепроверяем, и эти ситуации, знаете, я бы понял, если бы это было там весной прошлого года, летом прошлого года, я бы никаких претензий государству не сказал, потому что там, ну, катастрофическая ситуация была, понятно, вопросов нет, но, когда это было уже весной этого года, ну, у меня есть вопросы, потому что, извините, но у меня был один человек, который четыре месяца, будучи инвалидом второй группы, четыре месяца не мог получить исключение с учета, его постоянно направляли, перепроверяли в одну больницу, в другую, ну, это же вообще была жесть, и это же, ну, ладно, четыре месяца единичный случай, а три месяца ждать решения, это не единичный случай уже, когда реально, а мы проверили, мы отправили ваше дело на перепроверку, там, вышестоящую ВЛК и прочее, и вот теперь я надеюсь, что будет для них установлен срок, в который они будут обязаны принять решение, и мы тогда сможем что сделать, как мы можем ускорять, мы сможем обращаться в суд и говорить обяжите их принять решение, как мне кажется, остальные положения этого указа не столь интересны, чтобы на них тратить время, но если вдруг что-то там я пропустил, что-то я не заметил интересное, пишите в комментариях, ну, как-то я отреагирую, и отпишусь, прокомментирую то, что там написано. Подводя итоги, подводя итоги, что мы с вами видим, кого это коснется, этот указ, тех, кто стал инвалидом и либо непригодным к воинской службе после 24 февраля 22 года, когда была объявлена мобилизация и введено военное положение в Украине, при этом, если у вас есть все подтверждающие документы, есть, ну, реально это диагноз, ну, не стоит вам переживать, в любом случае, вы добьетесь того, что вы хотите. Плюс, не нужно переживать, потому, что все это, несмотря на то, что прописано в указе президента, возникают вопросы в реализации этого, возникают вопросы к нормативной базе, которой, на мой взгляд, достаточно нет на сегодняшний день, чтобы реализовать все положения этого указа президента, но кому нужно напряться, понятно, тем людям, которые покупали справки ВЛК, вот для них, понятно, это повод напряться, потому, что к ним подбираются и, напомню, говорил уже неоднократно об этом, что если кто-то купил справку ВЛК, либо справку у врача о том, что есть диагноз, то теоретически это все можно довести до уголовного дела, а тем более, если человек выехал, либо получил отсрочку на основании этого, здесь можно довести до уголовного дела по нескольким статьям, к сожалению, вот так, я думаю, вы понимали, на что вы шли, поэтому здесь последствия будут соответствующие. На этом у меня все, хочу напомнить, что у меня есть телеграм-канал, информации в нем гораздо больше и появляется она оперативнее, чем в ютуб-канале, ссылочка на телеграм-канал есть в описании к данному видео. Если вы считаете, что видео было полезным, поставьте ему лайк и подпишитесь на мой канал, ну а я вам пожелаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.